Приветствую вас, Анжела. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, вы пишете, что хотите посоветоваться и узнать наше мнение с нашей точки зрения. Смотрите, я думаю, что вы немножечко не верно понимаете работу психологов. Дело в том, что мы не даем советов. И наша точка зрения, давайте уж будем честны, не особо волнует клиентов. Потому что, извините, но клиентам нужно решать свои проблемы, а не выслушивать с точки зрения специалистов, а других людей в данном случае. Вот. Поэтому тут нам, мне кажется, вы немножечко, ну, мне кажется, вы немножечко здесь не в ту степь уходите. Вот. И не очень понимаете, как работают психологи. Как происходит психологическая работа. Дальше. Мне нравится один человек. Я знаю его на протяжении года. Что значит нравится? Вот. Что вы вкладываете в это понятие? Нравится. А я всегда говорю, что вы вкладываете в это? Нравится. Это вот как понять? Нравится. То есть. Если он вам нравится? Хорошо. Что именно вам нравится в нем? Тогда уж. Что именно вас привлекает в нем? Тогда уж. То есть, ну, давайте, ну, давайте как-то, ну, как-то более подробно. Я знаю его на протяжении года. Ну, смотрите, есть разница, да? Что вы человека знаете на протяжении года. И что вы в отношениях с человеком на протяжении года. Это немного разные вещи, во-первых. Это разные истории. То есть, если вы человека знаете на протяжении года. То есть, если вы человека знаете на протяжении года, это достаточно мало того, чтобы устраивать с ним отношения, скорее всего. Ну, то есть, это мало того, чтобы, неправильно сказать, неправильно не устраивать отношения, а мало того, чтобы делать выводы. Такие выводы. Относительно, ну, его. Относительно его самого. Вот. Вот. Вот о чем я говорю. То есть, опять же, хорошо, вы его знаете. Я понял. Что общего между вами? Вот вы его знаете, а общего между вами что? Что вот вы его знаете. Объединяет вас, что интересы у вас, если у вас общий интерес. Если, 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 вот, как раз, что-то, что вас, ну, объединяет, связывает и так далее. Вот. То есть, это, мне кажется, очень важный момент. Только, только того, что вы человека знаете, Год. Этого, этого мало. Так, нужно, чтобы, еще у вас, именно, отношения были. В течение, ну, в течение какого-то времени. Вот. Отношения вас, ну, я так понял. Ну, в другом ключе, ключе немного. Разораживает, да? То есть, как таковых отношений у вас нет. Если я, наверное, понял вас, опять же. То есть, тут, ну, момент. Тут, тут момент. Дальше. Он относится ко мне очень хорошо, прекрасной манерой, образованной щедро. Ну, понимаете, вот здесь у меня такое ощущение, что вы влюбляетесь не столько самого человека, да, сколько вы, его, его отношения к вам. То есть, вот, не только вам, сам, человек важен, сколько вот, его отношения, я говорю, влюбились. Ну, или, вот, не влюбились даже, а вам нравятся, его отношения к вам, человек. Вот. Это, на самом деле, ну, такой, достаточно, тревожный момент. вот. Потому что, извините, но, отношения человека к вам, а это не сам человек, не сам человек. Вот. и, если вы, там, к примеру, влюбляетесь в, его отношения к вам, то, вы влюбляетесь в его, потому что вам это отношения для чего-то и нужно. если вам нравятся отношения человека себе, то, вы , в... о... человеке, его отношения к вам, вы любите себя. А вот, на правильную любовь, на мужчину, это большой вопрос. Он сделал мне предложения, он хочет взять меня второй женой. Но опять же, не совсем понятно на основании чего я делаю предложение, если вы знаете друг друга, достаточно маленькое количество времени, вот. И как вообще ваши отношения развиваются, так сказать, для меня это не совсем, не совсем понятно. Вот, опять, в каком ключе сделано предложение? Да. Вот. А, как бы, что значит это предложение? Дальше. Жену не оставят, я никогда не настаивала в семье, ей двое детей. Ну, он задает вопрос к вам. Тогда вы с какой целью их надеет, на что вступили в отношения с женатым мужчиной? Вот, что-то тут либо какие-то конкретные цели, либо низкая сумма, как раз вы готовы быть не единственными. Жену не оставит Нейт, а Нейт остаться не хочет. Здесь есть важный момент, заключающийся в том, что человек соответствующий вере. Ну, об этом сейчас скажу. С другой стороны, в этом нет ничего плохого, быть старым. Да, смотря для какой культуры. Знаете, для европейской, западной культуры, это не до собой плохо. Это удар по ценностинке, потому что в культуре такое не принято. С другой стороны, если вы готовы принять этот элемент культуры, да, почему нет? Но уверены ли вы, что можете принять этот элемент культуры без ущерба для себя? Как принимают его те, кто в этой культуре живут? Дальше. Ведь жизнь бывает такова, проходит время, вытекает чувство к жене, появляется снова к другой или может другие обстоятельства. Но факт, что он верующий мусульманин, для них это большой грех оставить жену. Ну, собственно, верующий мусульманин, да, верующий мусульманин, в целом, как вы, в общем-то, правильно сказали, это, как бы, человек с определенными культурными и национальными условиями, и для него абсолютно нормальный нить, вот, несколько жен, да, вот. То есть это воспринимается в их культуре абсолютно нормально. Но для европейского человека это все-таки, ну, немножко, немножко, ну, немножко не так просто. Для европейской культуры это, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Это проблема. Это, как правило, удар, удар по самооценке, по самолюбию, это соперничество и так далее. Потому что у нас все-таки культура больше индивидуалистическая, вот. и с этим, ну, в общем и целом, тоже, наверное, нужно считать. Вот. вот. Поэтому вы можете не принимать данную ссору, вы можете чувствовать, ну, определенное переживание, вы можете чувствовать определенную боль от того, что вот вы не одна. для человека вы не одна, для мужчины вы не одна. Вот. И это будет для вас опять нормально, у вас такая культура. Вот. С другой стороны, повторюсь, никто не запрещает вам эти культурные моменты принять. Вот. Но, как бы, идея заключается в том, а уверены ли вы в том, что вот можете это сделать без вреда для себя. Да. Без какого-то негатива. Вот. Человек, да. Человек, он, вы совершенно правильно подмечаете, что для них это грех, и что им, значит, для них это нормально, во-первых, иметь несколько жен, а во-вторых, как бы, ну, если считается грех, значит, грех. То есть, как бы, это все обсуждается. Для верующего человека это так. С другой стороны, я девушка молодая, не была с моими старыми женами, обычно идет разведенный детьми. Ну, это его стереотип. То есть, это, как вы находитесь исключительно, во-вторых стереотипов. Я, честно говоря, думаю, что вам нужно с этим поработать, с меньшей зависимостью от стереотипа, потому что никому стереотип, ну, следованию стереотипа никому на пользу не идет, но вот вопрос, который мне возник, это вопрос разницы возраста. То есть, если мужчина сильно старше вас, вы вполне вероятно можете видеть с ним отца. Если вы текаетесь к мужчине, который воспринимает с вами как отец, это ряд определенных проблем. Вот. Например, подавление своих чувств и невосприятия всерьез людей, мужчин своего возраста. Вот. Соответственно, с этим нужно работать, потому что здесь идёт искусственно такое ограничение. Вот. Вам же нужно более естественно выражать свои чувства, и вот если вы придёте в этом аспекте к балансам, тогда уже решать, что делать дальше. Я с вас просто не свободный выбор. То есть, ну, вы не свободны выбрать. Он мне очень нравится, не хочу расставаться с ним. Ну, опять же, нравится. Если нравится, то извините, чем нравится. То есть, да, у него повод выходить замуж. Вот. То есть, отношения по расчету могут быть поводом для того, чтобы выходить замуж. То есть, отношения по расчету могут быть. Любовь, может быть. Вот. А, ну, не забатная, потому что забатная, но она просто может платить и платить. Вот. И что вы будете делать тогда? Поэтому, мне кажется, вы спешите. Вот. Мне так кажется, что вы торопитесь. Да, это же не стоит. Вот. Ну, опять же, конечно, я могу ошибаться. Но мне кажется, что вы торопитесь. Кроме того, вы пишите, что не хотите с человеком расставаться. Это чисто ваше желание. То есть, человек вам для чего-то нужен. А это вопрос ваших желаний. За которые нужно нести ответственность самостоятельно. Дальше. Делить его с кем-то не представляю как. Вот это вот вопрос культуры опять же. Это, собственно, впервые. Не знаю, как поступить. Как поступить? Что бы что? Вы находитесь сейчас в позиции выбора. Вам на ней не ждёт выбор. Может вы мне, может, что-нибудь посоветовать? Психологи не советуют. Помогают разобраться в себе. Не советуют. Отзывы окружающих людей только не такие очень хорошие об этом. Приводят меня просто в ужас, но им не понять, это привязано. В привязанных отношениях мне есть хорошо. Отношения, выстраиваемые на привязанных отношениях, это созависимые отношения. Зависимые отношения. Вот. Опять же, тот факт, что у вас есть привязанность, это больше про детско-родительские отношения. Про восприятие мужчины, как кажется, это первое. Второе. Здесь у вас есть неуверенность в себе, потому что влияет мнение окружающих людей. Вот. То есть, это вот такая история здесь. Поэтому вам так сложно. По сути, вы находитесь в позиции черпы, потому что ни один выбор не является идеальным. А вам хочется крайне таки идеальный выбор, чтобы был. То есть, который вот все проблемы сделает. Вопросы снимает. Ну, такого нет, такого нет. Такого выбора нет. Вот. А у меня есть ощущение, что вы неуверенный в себе человек. Есть ощущение, что вы довольно такой, несколько зажатый, скованный человек. Тревожный. Есть ощущение, что вы тревожный человек. И есть ощущение, что вы достаточно скромный и слабо проявляющий твои чувства человек. Вот. Если я прав, то в первую очередь вам надо бы поработать с этим. Вот. И поработать может быть в том числе над своей защищенностью. то есть, именно в контексте того, насколько я чувствую себя решен. Вот. Вот. И защищена ли я вообще? Я чувствую себя защищен. Вот. Если я себя не чувствую защищенный, то, ну, наверное, вот это вот с этим нужно работать. Чтобы вы себя защищены очистывали. Вот. Чтобы вы не зависели в этом от кого-то. Ну, сейчас от кого-то, мужчины. Вот. Хотите, захотите ли вы тогда быть с человеком в отношениях? Захотится вам тогда находиться не в отношениях? Это очень большой вопрос. Но только так. То есть, сейчас свободу воли, свободу выбора можно будет определиться. Эммм. Дальше. Вот вы говорите, приводят просто в ужас. Чем? То есть, есть ощущение, как сказал мой коллега, что вы боитесь одиночить. И вот хотите, чтобы как-то обезопасить. Боитесь, что вас бросит. Боитесь, что боитесь, что, не знаю, что люди вас не ценят. Аааа. Да можете вас, понимаете, как неких спасательных рук. Ну, это не повод встраивать супружеские отношения, тем более, такие не характерные для европейского человека. Вот. Решать вам? Ну, я бы смотрел в сторону не отказа, а сперва большего понимания себя. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.